Давайте вот чё глянем с вами. Хотите, хотите вот под конец стрима, так сказать? Дом ужасов, водители школьного автобуса, исчезновение Эшли Саммерс. Расследование со всякими там данными и так далее. Девушка-подросток, у которой начали появляться секреты от родных ей людей, таинственным образом исчезает по дороге домой после семейной вечеринки. Так у полиции появилось уже третье дело о пропажах молодых девушек. Никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось и где они могли находиться. Но так было душно, блядь, ебланы, ещё даже ничего не началось. Только до того времени, когда в Кливнате сделали шокирующее открытие международного масштаба. Меня зовут Пэнк. Можно просто Пэнк. Дело 3006, дроб 96, дроб 08. На улице была весна 2007 года. Кливленд. Штат Огайи. США. Кливленд. Трое пропавших. Вам может показаться, что вы знаете эту историю. Я вас уверяю, нет. 13-летняя Эшли Саммерс вместе со своей мамой Дженнифер решили посвятить вечер общей тайной слабости. А именно, просмотру фильмов ужасов, не забыв при этом прихватить и большую миску домашнего попкорна. Между мамой и дочкой всегда были очень тёплые и доверительные отношения. Они всё делали вместе. Окружающие часто принимали их за сестёр. А они, в свою очередь, считали себя лучшими подругами. Каждое лето Дженнифер и Эшли присоединялись к остальным родственникам для совместной поездки в парк развлечений. В отличие от матери, Эшли никогда не надоедала колесить на американских горках. Будучи первенцем, ребёнок рос в самом центре внимания всей их большой семьи. А она была не маленькой. Многочисленные двоюродные братья и сёстры, более десяти тётя и дядь, дедушка и бабушка, а также их сёстры и братья. Так как биологический отец девочки отсутствовал в её жизни, родные по материнской линии старались восполнить эту пустоту. С самого рождения Эшли окружала любовь и поддержка близких людей. Семья была главной частью в жизни девушки. Но по мере взросления роль младшего члена семьи трансформировалась в статус старшей сестры. У Эшли появились младшие братья и сёстры, с которыми у неё сложились отличные отношения. Но ближе к 14-летию девушки родные стали замечать в ней изменения. Эшли больше не желала проводить время со своей семьёй, всё больше и больше отдавая предпочтение компании и друзей. Также у подростка начали сильно портиться отношения с избранником её мамы, который жил с ними уже много лет и с самого детства. Типичные проблемы подростков, блядь, начинаются. Эшли участвовал в её воспитании. Но на тот момент главная перемена в жизни девушки ещё не настала. Это случилось накануне дня рождения Эшли, когда девушка стала встречаться с 16-летним парнем Джином Джилом. Попытка скрыть факт этих отношений от матери имела неприятные последствия. Дженнифер считала, что её дочери ещё слишком рано думать о мальчиках. Поэтому, когда женщина узнала, что в её отсутствие к Эшли приходит парень, она запретила им видеться. Однако, такие строгие меры возымели обратный эффект и, напротив, подогрели чувства Эшли к Джину. А вскоре разногласие между матерью и дочкой приняло вовсе неожиданный поворот. Эшли без спроса взяла все наличные деньги, которые хранились в доме на чёрный день. И сразу после этого подросток вернулась домой с выбитым на руке именем своего парня. Дженнифер. Мама отрывалась, когда тебя носила и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. Да, ебать, блять. Чат, прикиньте, ваша дочь пиздит все деньги и возвращается на жопе с татуировкой своего 16-летнего парня. Охуеть. Кстати, мы можем поставить 1.25, если хотите, потому что автор разговаривает очень медленно. И я думаю, что мы ничего... Я думаю, что разницы мы никакой не увидим. Ну-ка. Пришла в ярость. Женщина не знала, как призвать дочь к голосу разума, чтобы не усилить напряжение в... Не-не-не-не, хуйня. Всё-таки из-за музыки на фоне хуйня получается. ...отношениях, посему обратилась за помощью к своей матери, которая проживала в 6,5 километрах от них. Вдвоем... Если бы бэкграунда музыки не было, было бы нормально. ...они приняли решение, что для Эшли будет полезно на время переехать к бабушке. Поскольку было время летних каникул, девушка могла себе позволить жить на другом конце города. Дженнифер надеялась, что её дочь успокоится возле своей любимой бабушки. Другим мотивом такого решения было отдалить Эшли от её парня. Хотя бы на какое-то время. После переезда казалось, что трюк сработал. И жизнь на новом месте пошла девушке на пользу. Большую часть времени Эшли проводила в доме своего двоюродного дедушки Кевина. Это было тем местом, где ей не было скучно. Из-за того, что бабушка работала, её часто не было рядом. И подростку было одиноко. А в доме своего деда Эшли могла наслаждаться компанией двоюродных братьев. И несмотря на то, что девушка пост... Неужели инцестик? ...состоянно мигрировала от одних родственников к другим, её мать всегда поддерживала с ней контакт. Какая нахуй разница? 4 июля 2007 года, Кливленд, штата Гайя. Тёплым праздничным днём почти все родственники Эшли собрались в гостях у её другого двоюродного дедушки Кита. Ежегодно его дом наполнялся членами их дружной семьи, близкими друзьями и их детьми. Эшли также присутствовала тогда на празднике. Правда, пришла она туда одна, без своей матери, братьев и сестёр. Девушка выглядела немного уныло, словно была погружена в какие-то свои мысли. Но вскоре общение с младшими двоюродными братьями явно улучшило ей настроение. Эшли пробыла в гостях около 3-4 часов. После чего сказала, что собирается пойти навестить одну из своих тётушек, Кристин Саммерс. Бля, короче... Которая проживала одна... Походу, ходила и убивала. ...дома Кита в нескольких кварталах. Одна... Это именно тот момент, который в ближайшие годы будет снова и снова воспроизводиться в сознании близких Эшли. 14-летняя девушка-подросток попрощалась со всеми присутствующими на семейной вечеринке, прошла за угол дома. И с тех пор её больше никто не видел. Сначала мать Эшли не тревожила отсутствие дочери, ведь женщина знала, что её чадо находится у кого-то из родных. Члены семьи привыкли к тому, что девушка жила то у одних, то у других родственников. Дженнифер предполагала, что дочка находится либо у бабушки, либо у своего двоюродного деда Кевина, у которого она проживала последние три недели. Привет, Мефис. Но прошло два дня с тех пор, как от Эшли не было никаких известий. И Дженнифер заподозрила неладное. Найсер-адаки, даже если ты думаешь, что твоя дочь живёт у кого-то, блядь, из родственников, два дня с ней вообще никак не созвониться и не узнать, где она, это, конечно, вот, блядь, просто охуенно. Ну, два дня нет, блядь, поебать, наверняка у кого-нибудь знаешь. Она позвонила в дом Кевина, чтобы узнать, как обстоят дела у её дочери. Тот телефонный разговор навсегда изменил жизнь всех членов семьи. По словам мужчины, в последний раз он видел внучку утром 4 июля, перед тем, как она ушла на вечеринку у бассейна к его брату Киту. Накануне этого Кевин и Эшли сильно поссорились. Причиной стало то, что мужчина услышал, как его внучка по телефону кому-то рассказывала семейные сплетни. Дед этого не одобрил до такой степени, что отобрал у неё телефон и даже сломал его. В результате у матери больше не было возможности связаться со своей дочерью. Женнифер начала обзванивать всех, кто мог знать Эшли, но никто из них понятия не имел, где она могла находиться. Тогда женщина начала бояться самого худшего. Тем более, что в их районе была повышенная активность различных преступных группировок. Средний возраст девушек, которые становились жертвами торговли людьми, варьировался в пределах 14-17 лет. Не знаю, что... Два дня моей дочери нет дома, она наверняка где-то у родственников. Ну да, кстати, в нашем районе воруют таких девочек в рабство, если что. Ну, я думаю, что она наверняка сидит дома у моего дяди, блядь, или брата. Что ей делать дальше? Дженнифер обратилась за помощью в полицию. Пиздец. Но из-за недавней битвы характера между подростком и её матерью, полицейские управления Кливленда посчитали, что, скорее всего, девушка сбежала и скоро сама вернётся домой. Но женщина была более чем уверена, что её дочь не могла поступить так со своей семьёй. Эшли любила и уважала всех её членов, поэтому не могла уйти просто так, не сказав никому ни слова. Пропавшая девушка была заядлым пользователем социальных сетей, чтобы всегда оставаться на связи с друзьями, в том числе и со своим парнем Джинном. Это стало ещё одной причиной, почему Эшли так часто навещала свою другую тётю Дебору. У женщины имелся компьютер, и едва племянница переступала порог её дома, как сразу же бежала к нему. Однако проверка последней активности девушки показала, что в последний раз Эшли была онлайн 4 июля. С тех пор пропавшая не связывалась ни с кем из друзей, включая своего парня. По словам Джина, тем летом, несмотря на попытки матери разлучить их, они с Эшли виделись почти каждый день. Но накануне 4 июля парень уехал на семейное торжество. Так что, когда девушка пропала, его не было в городе. Страх за жизнь члена семьи собрал вместе родных Эшли для её поисков. Они осмотрели всю местность, где девушку видели в последний раз, и попутно расклеили листовки с информацией о её исчезновении. Благодаря этому родственники получили сведения... Кстати говоря, о листовках я, ну, относительно недавно, ну, не то что недавно, короче, не так прямо супер давно, видел листовку у магазина, когда проходил, девочка пропала маленькая, её искали везде. На самом деле, жесть, блядь. Когда проходишь мимо, блядь, видишь, что в твоём районе пропала девочка маленькая, и ты такой, блядь... Это свидание, что Эшли видели в нескольких местах по всему району. Но это так и не привело их к пропавшей. Все хотели верить и убеждали себя, что Эшли всего-навсего проводит время со своим парнем, прячась от гнева её матери. Но, несмотря на это, никто из членов семьи не стал связываться с женом напрямую. Вместо этого они расклеили листовки неподалёку от его дома, в надежде, что девушка их увидит и вернётся. Но неожиданно для всех, на следующий день все плакаты были сорваны. После этого полиция Кливленда решила связаться с 16-летним Джином Джилом. Подробности беседы правоохранительные органы не раскрывают до сих пор. Вот это странно. Хоть парня допрашивали несколько раз, это не повлекло за собой обвинений. Лучшая подруга Эшли также расспрашивала Джина об исчезновении девушки. Но на все вопросы он неизменно отвечал, что ничего не знает. Такой же ответ он дал и тёте Эшли, которая несколько раз писала ему в Фейсбуке. По словам Джина, в последний раз он видел свою девушку ещё до 4 июля, когда он и его отец подвозили её к дому дедушки Кевина. По прошествии нескольких недель после исчезновения дочери, мать Эшли принимает решение проследить за Джином Джилом. С этой целью Дженнифер каталась по городу, пока парень не появлялся на горизонте. После чего следовала за ним. В один из вечеров женщина заметила нечто, что сочло очень странным. Она увидела, как Джин пробрался в заброшенный дом. Это заставило её вызвать полицию, чтобы те проверили, не прячется ли там Эшли. Но девушки в доме не оказалось. Несмотря на подозрения к причастности Джина к исчезновению её дочери, Дженнифер никогда не сталкивалась с ним лицом к лицу. Однажды в доме Дженнифер Саммерс раздался телефонный звонок. Номер был скрыт. Когда женщина ответила, на другом конце линии прозвучало. «Привет, мам. Это я. Не волнуйся». Дженнифер не успела ничего сказать, как абонент повесил трубку. Женщина сразу же обзвонила всех членов семьи и сообщила о произошедшем. И только после этого она задумалась, а действительно ли ей звонила её дочь. И почему после столь долгого отсутствия их разговор был таким коротким. Мысли летели одна за другой. Возможно, Эшли заставили положить... Блядь, на самом деле это очень стрёмная хуйня. Трубку. А может кто-то схватил девушку и... Представляете, каково родителям? Ты даже не можешь понять, просто это как-то... Блядь, просто преступник пытается намести следы. Это какая-то реальная девочка. Блядь, ну, твоя... Эм... Твой ребёнок будет с тобой разговаривал или нет. Держивают против её воли. Но самое главное было то, что если это действительно была Эшли, то она жива. Прошло 4 месяца с тех пор, как 14-летняя Эшли Саммерс таинственным образом исчезла из-под носа своей семьи. Но никто из них не терял надежду отыскать родного им человека. Они продолжали расклеивать плакаты с информацией о пропаже девушки. Но, к сожалению, это не приносило никаких результатов. А в ночь на 17 ноября тайна исчезновения приняла ещё более неожиданный поворот. Дедушка Эшли вместе со своей супругой ехали по западной части Кливленда, когда через дорогу они заметили девушку, очень похожую на их внучку. Единственным отличием были лишь волосы незнакомки. Ранее, когда в полицию звонили свидетели, чтобы уведомить о возможном местонахождении пропавшей, они упоминали блондинку с короткой стрижкой. Именно такая внешность была у девушки, которую увидела пожилая пара. По их словам, особо столь похожая на их внучку явно всматривалась в их автомобиль, словно его узнала. Но к тому времени, как они развернулись, чтобы подъехать к тому месту, где находилась незнакомка, та словно растворилась в воздухе. Прошёл почти год со дня исчезновения Эшли. Тогда-то её дело и привлекло внимание ФБР. Год, блядь, спустя. Агентство проливает на дело пропавшей девушки новый свет, порождая ещё большую тревогу за её жизнь. Бюро связывает длительное... Кстати, родители жили год в этом пиздеце. Просто год, вы только задумайтесь. И постоянно... То прошло время, позвонило, опять чувство. Прошло время, там ещё кто-то что-то сказал. И ты постоянно в этом живёшь. ...отсутствие Эшли с исчезновением других девочек-подростков из Кливленда. Дженнифер Саммерс слышала о схожей проблеме ещё одной женщины, у которой также пропала несовершеннолетняя дочь. Но она никогда не думала, что их трагедии могли иметь общие истоки. Первым в полиции появилось дело пропавшей в апреле 2003 года Аманды Берри. Ровно через год список пополнило исчезновение Джины Дехесус. После недолгого затишья в 2007 году история снова повторилась. Это порождало страх, что Эшли на самом деле не сбегала из дому, а стала жертвой человека, охотившегося на молодых девочек. Сходство между этими тремя происшествиями было поразительно. Все пропавшие имели тесные связи со своими семьями, учились в одной и той же школе, но в разные периоды жизни. А самое главное, они исчезли в одном и том же районе, на западной стороне Кливленда. Опа! ФБ рассматривало каждое из трёх случаев как потенциально связанное с другими двумя. Когда появлялась зацепка в деле Эшли, агенты неизменно проверяли её в историях Джины и Аманды. И наоборот, когда обнаруживалась улика в исчезновении первых двух девушек, они усиленно работали над делом Эшли. Сначала Дженнифер радовала то, что поиски её дочери возобновились. Но со временем женщина начала ужасать возможность того, что полиция может обнаружить в результате. Согласно предположению ФБР, Эшли могла уйти из дома по собственной воле. Но ей было всего 14, а в таком возрасте, как минимум, сложно прокормить себя, будучи совсем одной. ФБР рассмотрела дело Эшли с нуля, надеясь найти ранее незамеченные зацепки. С теми, кто был особенно близок с пропавшей, провели повторные допросы. Но полученными результатами агенты не спешили делиться, так как им не разрешалось разглашать их до закрытия дела. Агенты ФБР прочесывали весь Кливленд, уделяя особое внимание району, где в последний раз видели всех трёх пропавших девушек. Но поиски не увенчались успехом и не указали путь к возможному местонахождению ни одной из них. ФБР также взяло на изучение телефонный звонок, который получила мама Эшли, от кого-то, кого она посчитала своей дочерью. Но так как это было очень давно, Дженнифер не смогла вспомнить дату того обнадёживающего сообщения, из-за чего сузить список номеров было почти невыполнимой задачей. Прошло почти пять лет с момента исчезновения Эшли Саммерс, когда произошёл самый крутой поворот событий в поиске трёх пропавших без вести девочек из Кливленда. То, что произошло в Кливленде за последние полтора года, настолько поразительно, что даже СМИ не могут найти подходящих слов для описания этого события. 6 мая 2013 года один из жителей на Сеймур-авеню замечает нечто странное в соседнем доме под номером 2207. Я услышал женский крик. Поскольку по соседству у меня нет знакомых девушек, я вышёл из своего дома и направился на звуку. Подойдя ближе к тому месту, я услышал женский голос. Алло, полиция, помогите мне. Я Аманда Берри. Вам нужны полицейские, пожарники или скорая? Полиция. Хорошо, что случилось. Меня похитили. Я считаюсь пропавшей без вести уже 10 лет, но я только что освободилась. Аманда Берри также сообщила, что в доме находятся ещё две пленницы. Одной из них была Джина де Хесос, пропавшая без вести 9 лет назад. Это было поразительно. Девушки нашлись спустя столько лет, и они обе живы. Но в доме находился ещё и третий человек, имя которого, общественности, было всё ещё неизвестно. Как оказалось, внутри дома 2207 удерживали трёх девушек. Всё это время они находились в адском кошмаре физического и психологического истязания со стороны 52-летнего Ариэля Кастро, бывшего водителя школьного автобуса. Эта новость вселила в членов семьи Эшли Саммерс надежду. Дженнифер с нетерпением ожидала звонка, что её дочь нашлась. И действительно, через несколько часов после побега Аманды Берри, власти, наконец, раскрывают личность третьей жертвы. Похищенными и пленёнными девушками оказались Аманда Берри, Джина де Хесос и Мишель Найт. Совершенно неожиданно третьей жертвой оказалась неизвестная. Ведь о ней в ФБР прежде ничего не слышали. Она пропала уже в зрелом возрасте, и никто не заявлял о её исчезновении. Мишель Найт была похищена Кастро в августе 2002 года. Она пробыла в плену дольше всех – почти 11 лет. Тяжело представить, через что прошла Дженнифер за ту долю секунды, за которую разрушилась её надежда снова обнять свою дочь. И хотя Эшли не нашли в доме Кастро, ФБР изо всех сил пыталась выяснить, мог ли он каким-то образом быть причастен к её исчезновению. Ариэль Кастро проживал всего в нескольких километрах от того места, где Эшли видели в последний раз. Но несмотря на это, в его доме не было ничего, чтобы указывало на её присутствие. Аманда, Джина и Мишель никогда не видели в доме никаких гостей и никаких других пленниц. Хоть ФБР и не нашло связи этой истории с Эшли, неподтверждённые сплетни всё же заставили агентов вернуться в дом Кастро в поисках следа пропавшей девушки. По городу поползли слухи, что в подвале преступника была могила, подписанная «Покойся с миром, Эшли». Но изучив каждый сантиметр того дома, ФБР так и не нашло ничего подобного. В июле 2013 года Ариэль Кастро был признан виновным по 937 пунктам Уголовного кодекса. Помимо пожизненного срока, мужчина получил ещё тысячу лет заключения сверху. В сентябре того же года, не дождавшись перевода в тюрьму, Кастро свёл счёты жизни, засунув голову в петлю. Он успел побыть под стражей менее четырёх месяцев. Радостное возвращение Аманды, Джины и Мишель преподносит важный жизненный урок. Представляете, каково родителям, которые думали, что их дочь тоже похитил этот чувак, они ожидали её там найти, и в итоге нихуя. И как им тяжело смотреть на то, как воссоединяются семьи вот тех девушек, и они понимают, что среди них нет её. Аманды и Джина знали дочерей Ариэля Кастро, поэтому не боялись сесть в его автомобиль. Это заставляет задуматься о том, что мы ежедневно можем сталкиваться с опасными людьми, знать их в лицо и даже не догадываться, на что они способны. Возможно, что Эшли, так же, как и другие девочки, могла добровольно пойти за кем-то из своих знакомых, не подозревая о его или её проснувшихся инстинктах хищника. К сожалению, таких историй с каждым годом становится всё больше и больше. Летом 2012-го, за год до того, как были обнаружены три пленницы, Национальный Центр пропавших без вести детей опубликовал возрастное изображение Эшли. Портрет предположительно соответствует тому, как могла бы выглядеть девушка в 18 лет. А вы ныли, видос охуеть какой интересный. Я не знаю, прям реально заебись смотрится. С половиной лет после исчезновения у членов семьи Саммерс наконец-то появился ещё один проблеск надежды. Ебать. Агенты ФБР получили снимок с банкомата, который запечатлел девушку, имеющую поразительное сходство с Эшли. Полиция Рот-Айленда подозревала, что особо на фотографии пыталась совершить кражу. Её личность была неизвестна органам правопорядка, поэтому они обратились за помощью к общественности. Чтобы наверняка узнать, была ли на снимке запечатлена Эшли Саммерс, ФБР начинают широкомасштабную кампанию. СМИ по всей стране транслируют изображение, сделанное камерой с банкомата. В результате дела Эшли получают больше внимания, чем когда-либо прежде. В марте 2015 года шоу «Доктор Фил» привлекает экспертов по распознанию лиц. Они-то и пришли к выводу, что между Эшли и особой на фотографии в 80% сходства. Мы можем перечислить некоторое сходство, на которое вы указали. Лицо в форме сердца, лоб, ширина глаз от угла к углу, выражение лица. В это же время Национальный центр по делам пропавших без вести детей выпускает видеозапись, призванную привлечь внимание к делу Эшли, мастеров татуировок. Полиция подозревала, что повзрослев, девушка, скорее всего, захочет видоизменить татуировку с именем своего бывшего парня. К слову, Джин Джил переходил из одной тюрьмы в другую за ряд правонарушений, включая грабежи и хранение запрещенных веществ. Их он начал совершать спустя 14 месяцев после исчезновения своей девушки. Сам Джин объясняет это тем, что пропажи любимой и последующие расследования вызвали у него определенные эмоциональные трудности. По сей день парень настаивает на своем утверждении, что он понятия не имеет, где Эшли и что с ней могло случиться. В июле 2015 года благодаря своей компании ФБР наконец выяснила личность незнакомки с запечатленной камерой из банкомата в Рот-Айленде. Женщину опознали родные, увидев фотографию в новостях. Стало известно, что она и ранее была замечена в преступных действиях. Близкие Эшли оказались в очередном тупике, хотя они и признают, что в глубине души никогда не были уверены в стопроцентном сходстве. Два года спустя семья Эшли отметила болезненную годовщину. Десятый год без веселой девушки, которой принадлежало их сердце. Никто из них не подозревал, что эта история может зайти так далеко. И они по сей день не будут ничего знать о своем родном человеке. Национальный Центр пропавших без вести детей опубликовал еще один возрастной образ Эшли. Сейчас пропавшей девушке должно было исполниться 29 лет. Это помогает сохранить надежду, что в один прекрасный день ее узнают, и она наконец снова сможет воссоединиться со своей семьей. Как это сделали Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт. За 10 лет судьба может занести человека куда угодно, но близкие Эшли никогда не перестанут ждать и любить ее. Я Виктория Соммерс и я снимаю это видео для своей старшей сестры Эшли, которая пропала без вести 7 июля 2007 года. Я люблю тебя, Эшли. Возвращайся домой. Что ж, на этом все. Не забывайте подписываться на канал. Уже совсем скоро, кстати, новое большое расследование. Блять, охуенное видео было смотреть безумно интересно от начала и до конца. очень жалко, что Эшли Саммерс в итоге блять, не нашли. Я до конца надеялся, что ее как-нибудь обнаружат, хотя бы родные узнают, что произошло там. Если не живой, то хотя бы вот. Но просто пиздец. Адская жизнь для людей, которые потеряли родного человека и у них есть надежда, что он жив. Казалось бы, надежда должна дать вам облегчение, что с ним ничего не случилось. Но когда ты живешь 10 лет в полнейшем пиздеце, в ожидании непонятно чего, и в течение этих 10 лет с разницей в год, в два, в пол, постоянно что-то всплывают и тормошат ваши чувства и дают какую-то непонятную надежду или еще что-то, которое потом обрывается, это, конечно, просто охуеть какая мука и я даже не знаю, что сказать. Короче, очень жалко. Субтитры создавал DimaTorzok